Абдуль Тейфук Абдуль Тейфук родился 25 декабря 1915 года в семье крестьянина в поселке Портенит. Абдуль Тейфук закончил школу, затем Крымский педагогический институт. До войны Абдуль Тейфук был сельским учителем. Когда 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, Абдуль Тейфук ушел на фронт. Воевал на западном, в Донском, Юго-Западном и Степном фронтах. В сентябрьские дни 1943 года, когда война докатилась до Приднепровья, течение реки несло внизовья, обломки мостов, ящики из-под снарядов и вообще самые неожиданные предметы. И вот основные силы 2-го гвардейского батальона сосредоточились на неукрепленной тыловой стороне острова. Их удар был коротким и стремительным. Гарнизону острова даже бежать оказалось некуда. Гвардии капитан Абдуль Тейфук так и велел отметить в боевом донесении. Ни один фашист с острова не ушел. Когда гитлеровцы спохватились и открыли огонь, Абдуль Тейфук уже успел разместить своих людей в отбитых у противника глубоких окопах, вырытых в песке и укрепленных плетнями из лозы и досками. Оценив обстановку, гвардии капитан приказал приступить к подавлению огневых точек врага на крутом правобережье. Солдаты с близкого расстояния метко расстреливали прислугу артиллерийских и минометных батарей. Им удалось несколько снизить интенсивность неприятельского огня. Распользовавшись этим, остальные батальоны 175-го полка стали переправляться через Днепр и закрепляться на его правом берегу. За период боев на Пушкаревском острове гвардейцы капитана Абдуля Тейфука уничтожили 750 солдат и офицеров противника, 12 минометов, 42 пулемета, 2 артиллерийских орудия и много другой техники. Нелегко далась победа, в строю осталось лишь 12 бойцов. Эта горстка отважных вливалась в ряды подразделений своего гвардейского полка, наступающих на Верхний Днепровск. В ходе последующих боев батальон без переформирования пополнился новыми войнами. Их вел на запад теперь уже герой Советского Союза гвардии капитан Абдуль Тейфук. За полтора месяца до Великой Победы вдруг перестали приходить письма от Абдуля Тейфука. В последний раз он писал, что ему присвоено звание гвардии майора. И вот писем не стало. Абдуль Тейфук погиб 18 марта 1945 года на территории Германии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok